Здравствуйте! В эфире программа «Линия правды» и я, ее ведущая Александра Гауэрт. Акмолинская область завершила уборку урожая. О достигнутых успехах и результатах расскажет Кенеша Лемжанов, руководитель областного управления сельского хозяйства. Мы рады приветствовать вас. Очень приятно, добрый день. Первое, с чего бы я хотела начать, уборочная кампания завершена и хотелось бы поговорить о достигнутых результатах. Ну, наверное, хотелось бы начать, отвечать на ваш вопрос именно с точки зрения, как мы готовились к весенне-полевым работам. Как вы знаете, прошлый год был очень сложный и по количеству зерна, и по качеству зерна. Поэтому самая главная задача была – это семенной материал в достаточном количестве обеспечить на весенне-полевые работы. Аграрии нашей области максимально постарались, обновили семена. И если говорить о показателях, то на весенне-полевые работы мы вышли с качественными, хорошими семенами. В два раза, можно сказать, превысило предыдущий год сорта обновления. И мы весенне-полевые работы провели. Сроки, значит, весенне-полевых работ тоже затянулись в связи с погодными условиями. Но максимально аграрии нашей области приложили все усилия для этого и засеяли 5,4 миллиона гектаров земли. Далее, значит, была проведена работа. Хотелось бы также отметить, что в текущем году очень активно наши сельхозтоваропроизводители применили минеральные удобрения. И вот благодаря применению минеральных удобрений, благодаря сорту обновлению, мы в текущем году получили, ну, можно сказать, небывалый рекордный урожай. 14,1 средняя урожайность по области составила. Это 6,6 миллионов тонн зерна. Конечно же, на сегодняшний день самая главная задача – это сохранить это зерно. На сегодняшний день хотелось бы также отметить, помимо той работы, которую проводились весной, еще и летние работы были проведены. Также осадки выше нормы были в летнее время. И, соответственно, очень хорошо наши сельхозтоваропроизводители поработали по болезням, по вредителям. Конечно, есть сельхозтоваропроизводители, где-то в какой-то момент упустили, то есть видовая урожайность была высокая, но по факту на некоторых полях получили меньше урожая. Но, несмотря ни на что, в общем, так скажем, вале мы получили 14,1 центнеров. Хотелось бы отметить, что наибольшая урожайность у нас свыше 20 центнеров – это в Сан-Дахтаусском районе, в Буландинском районе и Зеленгинском районе. Погодные условия в целом всегда влияют на уборочную кампанию. В этом году она стартовала с опозданием. Расскажите, в какие сроки удалось догнать план? Ну, здесь, видите, как правильно вы сказали, погодные условия, они всегда корректируют и сроки посевной кампании, и сроки уборочной кампании. Да, в начале уборочной кампании у нас осадки были, но, значит, в течение двух недель погодные условия нам мешали, а потом погода восстановилась. И, в принципе, мы в хороших, так скажем, условиях, сельхозпроизводители завершили уборочную кампанию. В начале уборочной кампании у нас и влажность высокая была, из-за этого тоже своего рода были проблемы. Но мы в этом году, значит, подготовились, у нас на 7,2 миллиона тонн есть хранилища, и из них, значит, у нас 4,9, это у нас на элеваторах мы можем сохранять. И остальное у нас есть складские помещения у сельхозпроизводителей, зерносушилки есть, поэтому, в принципе, готовность у сельхозпроизводителей имеется. Вот. Ну, на сегодняшний день то зерно, которое на таках, сейчас завозится на элеваторы для того, чтобы вернуть долги. Очень много было оказано государственной поддержки сельхозпроизводителям. И в прошлом году пролонгация была этих кредитных обязательств. И в этом году, и на весенние полевые, и на уборочные работы. Поэтому сейчас основная задача, сельхозпроизводители завозят на элеваторы и возвращают зерно. Давайте поговорим о качестве зерна. Какого оно качества? Качество у нас, можно сказать, выше среднего. 61% у нас третьего класса зерно. Вот. Ну, в связи с тем, что вы сами понимаете, и погодные условия здесь, конечно, повлияли. Потом морозы тоже у нас, значит, есть у нас морозобойкие районы, тоже это повлияло на качество. Вот. Остальное у нас четвертого и пятого класса. А в самый разгар уборочной кампании комбайны работали практически круглосуточно, посменно, да? И на элеваторах складывались очереди. Расскажите, пожалуйста, как это происходило, были ли какие-то проблемы? Вот мы даже по, значит, уборочной кампании организовали пресс-тур. Все средства массовой информации проехались, значит, посмотрели, как идет ход уборочной кампании. И в вечернее время, значит, как комбайны работают, и как у нас элеваторы, значит, отрабатывают, принимают зерно. Да, у нас были моменты в нескольких районах, в Шеркаинском районе был вопрос, но мы его сразу оперативно решили. Для этого в области, по поручению Аким области, был создан штаб оперативный. Вот. И этот штаб отрабатывал по каждому случаю. Также в Окольском районе элеватор хлебная база номер один, там тоже очередность, так скажем, формировалась. Ну, это все происходит из-за того, что на этот элеватор свозят со многих районов. Туда везут зерно и из Кургожинского района, и из Цельноградского района, и из Сакульского, и из Швартининского района, Баржан-Сал. Вот. То есть, этот элеватор проткорпораций, и как раз вот, значит, должники, кто они везут это зерно. Вот. На сегодняшний день мы сделали именно вот по возврату проткорпорационного зерна, потому что это основное сейчас, нам нужно это сделать. Мы сделали им зеленый коридор так, чтобы они могли оперативно завозить и возвращать свои, значит, долговые обязательства, чтобы они выполнили. Потому что до 1 ноября они должны вернуть все эти долги. И чтобы у них проблем не было, мы, соответственно, им сделали такой зеленый коридор. И вопрос с очередями решился, да? Он решился, но в любом случае, те, значит, КАМАЗы, которые привозят, они в очереди стоят. Потому что такого нет, чтобы, например, сразу вот про Акульский элеватор, если говорить, я сейчас только про один элеватор говорю, потому что на других элеваторах таких вопросов нет. Нет такого вопроса. А именно Акульский элеватор, потому что очень много районов заводит зерно. И поэтому мы в ручном режиме по Акульскому элеватору отрабатываем. А так, в целом, по всей области очередности как таковой нет. Все вовремя, спокойно, ну, как бы организованно все это заводится. Хотелось бы подробнее поговорить о мерах государственной поддержки, которые оказывались сельхозтоваропроизводителям. Какие это были меры поддержки в ходе уборочной кампании? Ну, в первую очередь, хотелось бы отметить, что вот по программе Кендала и Кендала-2 была оказана поддержка со стороны государства. Впервые вот под, значит, 5% были предоставлены кредитные средства, 85% обеспечения залоговое через дому институт финансировалось. Поэтому это были такие очень хорошие условия для сельхозтоваропроизводителей, с учетом того, что они закредитованы были. С прошлого года пролонгация кредитов была, поэтому вот на 60 миллиардов тенге наша область была профинансирована. Порядка 600 сельхозтоваропроизводителей получили вот эту помощь. Также на приобретение сельхозтехники 18,8 миллиардов тенге наша область тоже освоила. Это тоже под 5% со срочкой плачежа там, то есть тоже очень хорошие условия. Поэтому наши сельхозтоваропроизводители обновили свой парк сельхозтехники, комбайны приобрели, трактора приобрели. И эта программа продолжается, значит, нам на нашу область дополнительно выделены средства, и значит, наши сельхозтоваропроизводители имеют возможность продолжить, значит, приобретать сельхозтехнику по этим условиям. Также у нас продкорпорация предоставляла товарный кредит, форвардные кредиты, то есть тоже это хорошее подспорье. В целом порядка 140 миллиардов тенге наши сельхозтоваропроизводители получили поддержку, из них 46,5 миллиардов тенге это субсидии, и вот остальное это все кредитные средства. Сельхозтоваропроизводители честно выплачивают впоследствии полученные ими кредиты? Ну вот у нас есть долги с прошлых лет, порядка двух миллиардов тенге, вот, мы надеемся, что в этом году все-таки благоприятные условия, и они эти средства вернут. Это долги 21-22 года, там по объективным, так скажем, субъективным причинам они не смогли выплатить вовремя, им было это все пролонгировано. А что касается обязательств 23-го года и 24-го, наши сельхозтоваропроизводители максимально стараются вернуть эти средства. Дело в том, что там же штрафные санкции есть, то есть все это прекрасно понимают. В прошлом году эти санкции не применялись, потому что урожая не было, было сложно, тяжело. То есть вошли в положение? Да, вошли в положение и помогли. А в текущем году урожай хороший, возможности есть, где-то у кого-то, например, третьего класса не хватает пшеницы, да, они четвертым классом перекрывают. То есть, в принципе, можно выйти из положения. Вот поэтому мы надеемся, что в этом году они выплатят свои долги. И сразу же было такое условие, что те, кто выплатит вовремя свои долги, не будут иметь никаких, так скажем, долговых обязательств. Они в первую очередь, как приоритетные, на следующий год весенние полевые уборочные работы, точно так же под 5% получат кредитные средства. Поэтому им очень важно и выгодно даже вернуть все эти долги, чтобы потом прийти на следующий год и в январе месяце получить эти средства. Расскажите, а Кмолинское зерно отправляется на экспорт? Да, конечно, мы где-то более 2 миллионов тонн зерна ежегодно экспортируем. Она ценится очень хорошо. В основном это у нас, значит, покупают Иран, потом, значит, Узбекистан уходит у нас, на Китай уходит, азиатские страны тоже. То есть эта система уже налажена из года в год, да? Да, да, да. Поэтому в этом году, в принципе, зерна достаточно. Я думаю, не меньше этих объемов будет экспортировано. Мы говорим часто о том, что зерно собрали хорошее, большой урожай, за 13 лет впервые такое произошло. Но при этом большое внимание уделяется уходу от монокультуры и говорим также о диверсификации посевов. Какая работа была проведена в этом направлении? Ну, вы правильно сказали, да, действительно, вот за годы независимости в 2011 году свыше 6 миллионов тонн Акмолинская область получила. И вот в текущем году мы 6,6 миллионов тонн получили. Вот. Что касается, значит, еще раз повторите. Диверсификация посевов, уход от монокультуры. Что касается диверсификации, в текущем году, значит, мы увеличили на 70 тысяч гектаров площадя. Это не предел. В Акмолинской области может и большую площадь диверсифицировать. Но в этом году был уклон сделан и на кормовые. Мы порядка 92 тысячи кормовых культур увеличили в связи с тем, что животноводство развивается у нас. Вот. В текущем году, значит, мы профинансировали 7 строительства, значит, 7 молочных товарных ферм. Вот. Поэтому кормовая база это основа. Вот. На следующий год мы также планируем провести диверсификацию. И те предприятия, которые будут активно участвовать в диверсификации, засевать не только, так скажем, пшеницу и ячмень, а будут зернобобовые, в том числе, значит, масличные культуры, кормовые культуры. В первую очередь эти сельхозпроводители будут финансироваться. Вот именно по кредитным средствам. На приобретение семян, в первую очередь. Приобретение ГСМ. Выплата заработной платы, в том числе. То есть, все, что касается весеннеполевых уборочных работ, они смогут в первую очередь получить эти средства. Расскажите, пожалуйста, о подготовке к весеннеполевым работам после завершения уборочной кампании. Как это происходит? Когда вы ее начинаете? Уборочная кампания, значит, у нас завершена. Сейчас мы масличные культуры убираем. Когда будет завершена уборка масличных культур? По масличным культурам мы порядка 70% уже убрали. Обратно от погодных условий все будет зависеть. И, соответственно, будет сформирована структура предварительная на следующий год. Мы планируем в этом году ускориться. Если всегда это делалось ближе к весне, так скажем, то в этом году мы хотим ускориться. И чтобы в декабре месяце мы могли уже знать, какая у нас будет предварительная структура, чтобы понять, какая будет диссекация. И, соответственно, от тех цифр, которые районы нам предоставят, сельхозпроизводители, мы уже будем смотреть по финансированию. То есть с какими предприятиями, как нам работать, какую оказать поддержку. То есть диссекация — это не значит, что только мы говорим, что нужно это сделать. Нет. Мы поддерживаем. То есть предлагаем. Мы предлагаем инструменты, как можно перейти на диссекацию, засевать масличные культуры. Первое, самое главное — это финансы. И вот эти финансы государство поддерживает. Я надеюсь, что в этом году и на следующий год те средства, которые получат, уже будут направлены именно на диссекацию посевных площадей. Вообще активно наши сельхозпроизводители идут на то, чтобы диверсифицировать посевы или еще пока с опаской? Ну, видите, здесь вопрос в чем. Почему? Те сельхозпроизводители, которые в свое время занимались и обожглись, так скажем, урожай не вышел, цены не было. Конечно же, они, имея такой опыт, задумываются, заниматься ли нам такими объемами масличных культур. Почему? Потому что всегда всем важен рынок. То есть какая цена будет на рынке, сколько, куда я смогу продать. Поэтому с учетом таких требований мы по поручению и при поддержке Акима области в текущем году уже заложили средства, 400 миллионов тенге, на приоритетные культуры. Это что значит? То есть мы в начале весенних полевых работ сразу обозначились. Сказали сельхозпроизводители, те, кто будет заниматься диверсификацией, мы вам окажем поддержку через финансирование. Вы сможете реализовать на наши перерабатывающие заводы, и мы вам будем доплачивать. То есть на сегодняшний день 20 тысяч тенге за масличку, это за подсолнуху, и 17 тысяч – это у нас рапс. То есть если они выращенную свою продукцию сейчас сдадут на перерабатывающие заводы Акмолинской области, они смогут получить. То есть у них будет цена выше рыночной. Если на рынке, например, там сформируется цена, допустим, 180 тысяч тенге, 180 тысяч тенге, выше они не продадут. Но продавая на перерабатывающий завод, они еще 20 тысяч сверху получат. Итого у них будет... То есть им выгодно это. Поэтому они и пошли в этом году, 70 тысяч увеличили, в связи с тем, что мы такие условия им предложили. Теперь новая, так скажем, опция добавится. Это кредитование под 5%. То есть, соответственно, мы у них закупаем продукцию и кредитуем, чтобы они купили семена. Я думаю, что... То есть это очень хорошее условие. Это очень хорошее условие и экономически выгодно. Вот на сегодняшний день, если, например, посмотреть рынок, да, то есть, например, пшеницу они засеяли, урожайность, теперь реализация по какой цене, и масличку посмотреть. Масличка в два раза выгоднее. То есть экономически она в два раза выгоднее. И, по сути, сельхозтовый производитель может балансировать, выращивая пшеницу, цена, например, одна, масличку цена вторая, бобовые, например, цена третья. И если он микс, так скажем, будет делать, структуру пассивных площадей, севовый оборот будет соблюдать, тогда он экономически, предприятие будет стабильное. И он уже может думать о перспективах развития, о закупе техники той же, о цифровизации своего предприятия, применении высоких технологий, работу, значит, с наукой он будет поддерживать, потому что это же капиталовложения большие. То есть это со всех сторон очень выгодно. Поэтому сельхозтовый производитель уже сегодня это понимает, видит, какой рынок. Я думаю, что они охотно... Уже в следующем году будет еще больше. Да, да, да. И мы уже с ними совместно будем отрабатывать. Хотелось бы вернуться к зерновым. Много урожая, опять же, повторимся, скажем, да. Что будем делать со старым зерном? Вы имеете в виду зерно прошлых лет? Прошлых лет, да. Ну, прошлых лет это в основном проткорпорационное зерно. Это в рамках продовольственной безопасности же. То есть проткорпорация уже самостоятельно принимает решения. Отгрузки, конечно, идут, потому что рынок на месте не стоит. Тем более, что в этом году пополнятся, значит, их не объемы. Поэтому с этим вопросов никаких нет. Я благодарю вас, что вы пришли к нам в студию, ответили на все вопросы. Время нашего эфира подошло к концу. Вам тоже огромное спасибо. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить аграриев Акмолинской области за проявленный труд. Особенно наших людей, так скажем, человека труда. Это наши и животноводы, и механизаторы, и трактористы, и водители, и доярки. Их можно перечислять и повара, и лаборанты, технологи. Поэтому мы в этом году будем праздновать День работника сельского хозяйства 22 ноября. Обязательно приглашать будем на уровне области, на уровне района эти мероприятия будут проводиться. Поздравлять будем, чествовать лучших в хозяйствах также будут чествовать и поздравлять. То есть, хотелось бы сказать, что ни один человек, тот, кто работает на селе, не будет забыт. Обязательно будут поощряться, и премии будут. Поэтому хотелось бы сказать, что сегодня человек труда, это на пьедестале почете в Акмолинской области. И, как уже было сказано, Аким области неоднократно об этом говорил, что Акмолинская область является сердцем агропромышленного комплекса Республики Казахстан. И вот это доброе имя Акмолинцы в этом году подтвердили. Поэтому еще раз хотелось бы поблагодарить вас и пожелать успехов и удачи. Да, действительно, все ведь начинается с людей труда, которые работают на поле, скажем так. Спасибо вам еще раз, дорогие телезрители. А мы не прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова